МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы приветствуем всех, кто к нам присоединился. В эфире новости дня в студии Елены Кузнецова. Смотрите в этом выпуске. Украл и проиграл в казино. Сотрудник банка увел со счетов клиентов 2 миллиона рублей. Высокоскоростной интернет в села. В Оренбужье реализуется проект по цифровизации региона. К федеральным добавить свои. Как в этом году в Оренбужье работает программа «Городская среда». Одежда, обувь и оплата коммунальных услуг. На что еще пошла материальная помощь от государства? Из Подмосковья с победой. Оренбужинка завоевала медали на Кубке России по пулевой стрельбе. И начинаем с новых данных по COVID-19. 112 случаев заражения за сутки. И еще один летальный случай. Данные публикует Федеральный оперативный штаб. Общее количество оренбужцев, заразившихся коронавирусом, с начала пандемии составляет 6154 человека. От пневмонии с положительным тестом на COVID в Оренбужье умерли 41 человек. Из больниц по выздоровлению сегодня выписаны 115 пациентов. И добавим, в Оренбурге врачи борются за жизнь ребенка с тяжелой формой COVID-19. Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вице-губернатор, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова сообщила, что проводятся сложные процедуры, чтобы поддержать работу почек и справиться с интоксикацией. Как правило, у детей коронавирусная инфекция протекает либо без симптомов, либо в легкой форме. Дети из общего числа заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составляют чуть более 10%. Денежных средств на счете не обнаружено. В Оренбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего сотрудника банковской организации. Молодой человек проходит по 32 эпизодам, а сумма причиненного вкладчиком ущерба – 2 миллиона рублей. Все незаконно присвоенные деньги, по данным следователей, потраченные во время игры в интернет-казино. По версии правоохранителей, сотрудник банка похищал деньги прямо со счетов клиентов. Жертв старался выбирать пенсионного или предпенсионного возраста. Еще один критерий – отсутствие услуги мобильного банка. Из-за этого люди не сразу понимали, что с их счетов пропадают денежные средства. Без ведома клиентов молодой человек оформлял на них неименные банковские карты. Деньги оттуда, считают следователи, он присваивал себе. Вскрыть обман удалось одной из потерпевших. Когда женщина пришла в банк, чтобы получить свои кровные, она поняла, что на ее счете отсутствует 380 тысяч рублей. Всего жертвами ушлого сотрудника финансового учреждения стали 4 оренбуржца, а сумма ущерба составила 2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту Г. ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса. Это кража с банковского счета граждан. Всего 32 эпизода хищения совершены. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По закону ему грозит до 6 лет лишения свободы. Интернет в села. Второй год в Оренбурже реализуется проект по цифровизации региона. До конца 2021 года к высокоскоростному интернету должны подключить школы и социальные объекты, которые находятся даже в удаленных районах области. Федеральный проект цифровизации информационной инфраструктуры рассчитан на 3 года. В 2019-м глобальной сети удалось подключить около полутысячи социальных объектов. Высокоскоростной интернет появился в школах, ФАПах, учреждениях органов власти. В планах областного правительства в ближайшие 2 года до нормативного состояния довести еще 1100 объектов. Создаются узлы связи современные, которые еще в 70-х и 80-х годах создавались порой у нас в периферии. И эта модернизация позволит также на территории и в сельской местности качественно улучшить связь и подключение к интернету домохозяйств. К сожалению, территории останутся. Есть вопросы по населенным пунктам малой численности. Таких у нас населенных пунктов свыше 300. Интернет должен появиться и в сельских домах культуры. В Оренбургской области их насчитывается более 2000. Пока идет инвентаризация объектов и оценка технического состояния сетей. Четыре двора Оренбурга преобразятся. В областном центре ведется большая работа по благоустройству придомовых территорий. Ремонт идет в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Возможность навести порядок появилась после того, как федеральный Минстрой решил выделить регионам дополнительное финансирование. Где стартовал большой ремонт и как выбирали территории, разбирались наши корреспонденты. В этом доме на улице Чкалова, 46, проживает свыше 600 собственников. Больше половины из них – это семьи с детьми. Как отпускать детей одни гулять во дворе, родители не знали. Ведь, к примеру, покататься на такой качеле-каруселе не только неудобно, но и небезопасно. Выбор у местной детворы невелик. Из развлечений здесь есть маленькая горка, качели и вот такая лестница. Поэтому, как только оренбургцам предложили принять участие в федеральной программе, они почти единогласно проголосовали «за». Обязательное требование – общественное обсуждение благоустройства с жителями. В проекте территории специалисты постарались учесть все пожелания, в том числе решить их самый больной вопрос. Ремонт дороги, в первую очередь, которую мы ждали 6 лет. Писали везде и всюду просили, но вошли в эту программу только на условиях софинансирования. То есть нам федеральный бюджет дает 16 миллионов, а мы должны дома собрать еще миллион. Люди признаются, последний раз двор ремонтировали в начале 2000-х. За это время площадка сильно обветшала. После ремонта здесь появятся новые детские, спортивные зоны, место для парковки, урны и скамейки, современное освещение. То есть все, что сейчас понимается под комфортной городской средой. Пусть маленькие дети играются, может быть, правнуки появятся, очень хорошо, что будет здесь детская площадка. Детские сады не работают, и нет каких-то ни кино, ни детских каких-то веселительных мероприятий. Сейчас только остаются площадки. Кроме двора на улице Чкалова, 46, в этом году благоустроят еще три территории. В Восточном районе, на улице 60 лет Октября, и в Степном, на проспекте Держинского и Солмышской. На эти цели из федерального бюджета выделено 60 миллионов рублей. Выбор дворовых территорий, на самом деле, начался еще в 2019 году, когда прошли публичные слушания. Ряд объектов были отобраны и согласованы. При этом, в начале 2020 года мы были крайне обеспокоены, придут ли нам, наконец, эти деньги. Больший объем финансирования составляет именно федеральный бюджет. После подключения нашего губернатора, Дениса Владимировича Паслера, соответственно, денежный объем до нас в полной мере доведен. Дворы преобразят силами города, а управляющие компании подключатся и приведут в порядок дома, чтобы они тоже соответствовали новому облику. Для этого отремонтируют цоколи, подъезды и освещение. Все работы должны завершить к первому сентября. А на минуту Георгий Бурлуцкий, Новости дня. И о погоде на выходные. По прогнозам синоптиков, ближайшие два дня в регионе установится комфортная и ясная обстановка. Осадки ожидаются только в отдельных районах. Подробнее нам рассказали в областном гидрометцентре. Выходные Оренбужья окажутся под влиянием южного циклона. Воздушные массы с пониженным давлением и большим количеством влаги пройдут с южной стороны. Однако осадков в субботу метеорологи не ожидают. Повышенная облачность будет сопровождаться слабым ветром. Его порывы едва превысит 5 метров в секунду. Температура воздуха установится в комфортных пределах. Ночью около 10-15 градусов со знаком «плюс». Дневные температуры будут составлять в среднем 23-28 и на северо-востоке попрохладнее 17-22. В воскресенье кардинально погода не изменится. Исключение составят лишь северные районы области. По словам синоптиков, там пройдут кратковременные дожди. Это новости дня. Вот что будет в нашей программе дальше. Одежда, обувь и оплата коммунальных услуг. На что еще пошла материальная помощь от государства? Из Подмосковья с победой Оренбуженко завоевала медали на Кубке России по пулевой стрельбе. Переходим к новостям экономики. По данным сервисов онлайн-кредитования, более половины россиян потратили материальную помощь от государства на товары первой необходимости. Это продукты питания и бытовая химия, а также обязательные платежи. Напомним, на фоне пандемии коронавируса правительство приняло меры по оказанию материальной поддержки гражданам. Дополнительные средства получили семьи с детьми до 16 лет. Оставшиеся без работы родители, сотрудники социальных сфер, пособия получили и те, кто потерял работу после 1 марта. О том, как полученными пособиями распорядились жители всех регионов, выяснил в своем исследовании крупнейший российский онлайн-сервис кредитования. 30% израсходовали данные и средства на товары первой необходимости, продукты питания, бытовая химия и прочее. По 20% опрошенных выбрали обязательные платежи, коммунальные услуги и взносы по кредиту, и невосредственные нужды детей, одежды, образования и прочее. На бытовую технику, электронику и мебель пособия потратили 6% респондентов. 9% не тратили полученные деньги и отложили их в копилку. Оставшиеся 15% затруднились с ответом, говорится в исследовании. Они разгадают даже самые сложные загадки. 25 июля в России профессиональный праздник отмечают все сотрудники органов следствия. Это дело учреждено указом президента в 2013 году, но деятельность самой следственной службы уходит далеко в историю. Своё начало она берёт ещё в 18 веке. 25 июля 1713 года Пётр I создаёт следственную канцелярию. Сыщиками нашего времени встретилась съёмочная группа. 9 утра. Следователь по особо важным делам Андрей Белов на рабочем месте. Скромный кабинет, ничего лишнего, что отвлекало бы от работы. Безусловно, конечно, тут бывают горы и материалов уголовных дел, и работа кипит. Дела, которые находятся в производстве, всегда в сейфе. Показания, свидетели, экспертизы и полный ход расследования. Сейчас в работе дело о взятке с сотрудниками администрации Оренбурга. Возбуждено в июне этого года. Но работа уже проделана весомая. Но это нет, это не всё дело, безусловно. Это один из томов. А так там уже буквально порядка пяти томов. В копилке следователя десятки уголовных дел по коррупции. Взятки, многомиллионные хищения. На счету Белова расследование дело президента адвокатской палаты области Валерия Бадашко и адвоката Натальи Шараниной. Их обвиняют в коммерческом подкупе. Закончено расследование и передано в суд не менее резонансное происшествие. Убийство подростками Оренбуржца. Трагедия произошла этой зимой в областном центре. Фигуранты еще одного уголовного дела уже получили наказание. К ответственности привлечены чиновники, которые халатно отнеслись к ремонту спуска к Уралу. Несмотря на то, что Андрей расследует преступление три с половиной года, в отделе молодым не считается. Следователь уверен, опыт приходит с каждым новым делом. Сейчас Белов собирает доказательства одновременно по пяти преступлениям. Сложно удержать в голове, что необходимо сегодня по этому делу сделать, завтра по этому делу сделать. Приходится планировать обязательно. То есть планируешь свою рабочую неделю. То, какие следственные действия необходимо выполнить в течение этого рабочего дела. По тому делу, по этому уголовному делу. Ну и приходится в голове как-то по полочкам раскладывать. Максимально отработать на месте преступления. Подметить каждую деталь, выстрелить логическую цепочку и пройти по следам преступника. Задача не из простых. На помощь приходят коллеги, следователи, криминалисты. Они выезжают на осмотр места происшествия за большим, так сказать, багажом определенной криминалистической техники. Осмотр места происшествия может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Следуется каждый сантиметр. Мыслить шире, а видеть больше. И здесь без специального оборудования просто не обойтись. Микс 450, то есть это ультрафиолетовое свечение. То есть вот такой вот аппарат, при помощи которого ищутся непосредственно следы крови, спермы на месте происшествия, в том числе и замытой. Быть наблюдательным и внимательным, хорошо знать психологию поведения человека, сопоставлять факты и делать правильные выводы. Это лишь небольшая часть того, чем должен обладать следователь. Теория – это одно, а практика – это совершенно на практике совершенно по-другому все получается. Поэтому именно тот сотрудник считается профессионалом высокого уровня, который длительное время расследует уголовные дела и, скажем, повышает свой профессиональный уровень именно на практике наследствия. Без выходных и праздников быть готовым выехать на место преступлений в любое время дня и ночи. О том, что работа следователя напряженная, говорить не приходится. Стараюсь довольно часто по вечерам, когда свободное время выдается, прогуляться здесь. Мелкий дождь и одно из любимых мест в городе – набережная. Прогуливаться вот так в рабочий день – большое исключение, признается следователь Белов. Но даже во время прогулок отключиться от дел не получается. Слишком высока может быть цена ошибки. А совершать их, уверен Белов, следователь в своей работе не вправе. Наталья Мороз, Георгий Брулутский. Новости дня. Оренбуженка Татьяна Харькова завоевала две медали на Кубке России по пулевой стрельбе. Соревнования проходили в подмоскованном Дмитрове. Харькова прочно входит в состав молодежной сборной России и попадает в призы практически на любом турнире, в котором участвует. Сейчас на Кубке страны, конкурируя со взрослыми соперницами, она начинает с серебра в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров, уступив только легендарной Юлии Каримовой. Следом Татьяна добавляет бронзовую награду в стрельбе лежа из малокалиберной винтовки, пропустив вперед ту же Каримову и хабравчанку в низкошапскую. Наша землячка – мастер спорта международного класса. Она тренируется в областной школе Олимпийского резерва под руководством своей матери Ирины Хальковой. В завершении рубрика «Зарисовка». В нашем эфире достопримечательности Оренбужья – объекты и детали, которые порой остаются незамеченными глазами операторов ОРТ. 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 Орт.